Итак, состоялись самые ожидаемые переговоры с момента осеннего обострения конфликта в Украине. Путин встретился с Эрдоганом. Скажу честно, мы, да и не только, надеялись, что вопросы по войне будут не то чтобы затронуты, а станут главными. Но на камеры лидеры больше говорили о новых и старых проектах, двустороннем сотрудничестве и газовом потоке. Путин не говорил об Украине вообще. А вот что осталось за закрытыми дверями? По данным кремлевских телеграм-каналов, вся встреча длилась полтора часа и какое-то, да что там, немалое время президенты беседовали с глазу на глаз. Как нам кажется, неспроста. Сабина Тургаева выясняла, о чем могли говорить и как вообще так сложилось, что эти двое так легко находят общий язык. От любви до ненависти и наоборот. Примерно так можно описать взаимоотношения между Россией и Турцией. Начиная со времен Российской и Османской империи, между двумя странами, то кровопролитная война, то совет да любовь. Сейчас вот второй вариант. Но не стоит забывать, что Эрдоган стоит у руля натовской страны. А от этой аббревиатуры у российских политиков начинается несварение. То есть союзниками Анкару и Москву даже с натяжкой назвать нельзя. Эксперты однозначно утверждают, за миротворческими инициативами президента Турции стоят личные выгоды. За первые 8 месяцев товарооборот между странами вырос в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. В противовес им нужно для стран Запада, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки, предлагать какую-то альтернативу. Это вот как раз таки ответный аргумент Западу, а почему мы в санкциях не участвуем. Да, мы не участвуем в санкционном давлении, но из-за того, что мы не участвуем в санкционном давлении, у нас нормальные отношения. Мы можем являться той площадкой, где Россия и Украина могут обсуждать дипломатическое завершение текущей войны. Также есть мнение, что у Раджепа Таипа Эрдогана есть и личные амбиции войти в историю миротворцам в один из самых сложных периодов. Тем удачнее, что скоро в Турции очередные президентские выборы. Российский политический деятель Максим Шевченко для частых встреч президентов России и Турции видит еще одну причину. В плане личных амбиций они очень схожи. Плюс это мировая тенденция. Эпоха либеральной демократии заканчивается. На смену либеральной демократии везде в мире приходит империализм. Империализм и идея национального суверенитета, как это в России или как это в Турции, где идея нео-османизма была выдвинута, извините, еще 15 лет назад. Приходит эпоха авторитаризма. Авторитарные лидеры находят общий язык в деле удушения западной либеральной демократической системы. Символом которой является издыхающая демократическая партия США, которая, скорее всего, с треском проиграет выборы. И Европейский союз, который тоже находится в ситуации издыхания. Евро упал на какие-то просто крушения евро ниже доллара. Те, кто верят в будущее демократии, конечно, с этим могут не согласиться. Но стоит признать, что зерно хотя бы в том, что политики похожи, как минимум в амбициях, есть. Другой российский политолог Руслан Айсин считает, что дело вовсе не в искренней дружбе. У Владимира Путина просто нет другого выхода, чтобы решить украинскую проблему. Поэтому преимущество сейчас, конечно, у Эрдогана. В качестве примера предложение построить газовый хаб в Турции. По сути говоря, Турция будет контролировать вход энергетический из России в Европу. И будет влиять одновременно и на Южную Европу, и на Россию. Он выступает модератором этих процессов. Он, с одной стороны, у него неплохие отношения с Западом и с Путиным. И он замкнул на себя эти переговорные процессы. В российском политическом классе, скажу вам точно, особой любви к Турции нет. Просто нет. И особенно в кругах силовых. С большим недоверием смотрят, считают, что Турция распространяет пан-туранизм, пан-тюркизм. И в случае чего будет отторгать территорию от Российской Федерации. Но есть позиции Владимира Путина. У нас же авторитарная система. И, естественно, все должны подчиняться. По итогам встречи официальные представители выдали только сухую информацию о газовом хабе. Ни слова об Украине. Но это не значит, что, а, этого не было, ведь президенты очень долго говорили тет-а-тет. И, б, Эрдоган оставит попытки организовать переговоры Москвы и Киева. Сабина Тургаева, Заман Бекусинбеков, Студия 7.